Рассказ Антона Павловича Чехова «Новогодняя пытка» Читает Павел Веселин Вы облачаетесь во фрачную пару, нацепляете на шею Станислава, если таковой у вас имеется, прыскаете платок духами, закручиваете штопорам усы, и все это с такими злобными, порывистыми движениями, как будто одеваете не на себя самого, а на своего злейшего врага. Ах, черт подери, бормочете вы сквозь зубы, нет покоя ни в будни, ни в праздники, на старости лет мычься, как собака, почтальоны живут покойнее тебя. Возле вас стоит ваше, с позволения сказать, подруга жизни, Верочка и Егазит. Ишь, что выдумал, визитов не делать. Я согласна, визиты глупость, предрассудок, их не следует делать. Но если ты осмелешься остаться дома, то, клянусь, я уйду, 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 навеки уйду. Я умру. Один у вас, дядя, и ты. Ты не можешь пойти. Тебе лень поздравить его с Новым Годом. Кузнина Леночка так нас любит. И ты, бесстыдник, не хочешь оказать ей честь. Федор Николаевич дал тебе денег взаимы. Брат Петя так любит всю нашу семью. Иван Андреевич нашел тебе место. А ты, ты не чувствуешь? Боже, какая я несчастная. Нет, нет, ты решительно глуп. Тебе нужно жену не такую кроткую, как я, а ведьму. Ведьму. Чтобы она тебя грызла каждую минуту. Да. Бессовестный ты человек. Ненавижу, презираю. Сию же минуту уезжай. Вон, вон, глаз моих вон. Вон тебе списочек. У всех побывай, кто здесь записан. Если пропустишь хоть одного, то не смей, не дай Бог, ворочаться домой. Не дай Бог. Верочка не дерется и не выцарапывает глаз. Нет. Но вы не чувствуете такого великодушия и продолжаете ворчать. Когда туалет окончен и шуба уже надета, вас провожают до самого выхода и говорят там след. Тиран! Мучитель! Изверг! Вы выходите из своей квартиры. Зубовский бульвар. Дом Фуфучкина. Садитесь на извозчика и говорите голосом Солонина, умирающего в Долиле. В Лефортово. Красным казармом. У московских извозчиков есть теперь полости. Но вы не цените такого великодушия и чувствуете, что вам холодно. Логика супруги, вчерашняя толщея в маскараде Большого театра, похмелье, страстное желание завалиться спать, после праздничной изжога. Все это мешает со сплошной сумбур и производит вас муть, муть. Мутит ужасно. А тут еще извозчик плетется еле-еле-еле. Точно помирать собрался. В Лефортово живет дядюшка вашей жены. Семен Степанович. Это прекраснейший человек. Он без памяти любит вас и вашу Верочку. После своей смерти оставит нам наследство. Но черт с ним, с его любовью и с наследством-то. На наше несчастье вы входите к нему в то самое время, когда он погружен в тайны политики. А? Слыхал ты, нет, душа моя, что Байденбург задумал-то? А? Встречает он вас. Каков мужчина? А? Но какова Германия? Семен Степанович помешан на Байденбурге. Он, как и всякий российский обыватель, имеет свой собственный взгляд на болгарский вопрос. И если бы было все власти, то он решил бы в этот вопрос как нельзя лучше и сразу. Нет, нет, брат, тут не Мудкурка и не Стамбулка виноватый, говорит он лукаво, подмигивая глазом. Тут Англия, брат, Англия, будь я анафема. Трижды проклят, если не Англия. Вы послушали его четверть часа и хотите раскланяться, но он хватает вас за рукав и просит дослушать. Он кричит, горячится, брызжет вам в лицо, тычет пальцами в ваш нос, цитирует целиком газетные передовицы, вскакивает, садится. Вы слушаете, чувствуете, как тянутся длинные минуты и из боязни уснуть таращите глаза. От обалдения у вас начинаются чесаться мозги. Баденбург, Мудкуров, Стамбулов, Англия, Египет мелкими чертиками прыгают у вас перед глазами и в мозгу вашем. Проходит полчаса, час. Уф! Наконец-то вздыхаете. Вы садясь через полтора часа на извозчика. Уходил мерзавец. Извозчик, езжай. Хамовники. Ой, уходил. Ах, проклятый, души вытянул этой политикой. Хамовников, вас ожидает свидание с полковником Федором Николаевичем, у которого в прошлом году вы взяли взаймы 600 рублей. Эй, спасибо, спасибо. Милый мой, отвечает он на ваше поздравление, ласково заглядывает вам в глаза. И вам того же желаю. Очень рад. Очень рад. Давно ждал вас. Давно. Там ведь у нас, кажется, с прошлого года какие-то счеты есть. Есть, не помню, сколько там, впрочем, это пустяки. Я ведь это только так. Между прочим, не желаете ли с дорожки, когда вы, заикаясь и потупив взоры, заявляете, что у вас, ей-богу, нет теперь свободных денег, и слезно просите обождать еще месяц, полковник сплескивает руками и делает плачущее лицо. Голубчик вы мой, ведь вы на полгода брали, шепчет он. И разве я стал бы вас беспокоить, если бы не крайняя нужда? Ах, милый, вы просто топите меня, честное слово, топите. После крещения мне по векселю платить, а вы? Ах, боже мой, милостливый, ах, извините, но даже это выглядит бессовестно с вашей стороны. Долго полковник читает вам нотацию. Красный, вспотевший, вы выходите от него, садите в сани и говорите извозчику. К Нижегородскому вокзалу. С-с-с, скотина! Кузину Леночку вы застаете в самых растрепанных чувствах. Вы кузину, вот так даже. Она лежит у себя в голубой гостиной на кушетке, нюхает какую-то дрянь и жалуется на мигрень. Ах, это вы, Мишель, стонет она, наполовину открывая глаза, и протягивает вам руку. Это вы, сядьте возле меня. Минут пять лежит она с закрытыми глазами, потом поднимает веки, долго глядит вам в лицо и спрашивает тоном умирающей. «Мишель, вы счастливы?» За семь мешочек под ее глазами напухают, на ресницах показываются слезы, она поднимается, прикладывает руку к волнующейся груди и говорит. «Мишель, неужели, неужели все уже кончено? Неужели прошлое погибло безвозвратно? О нет, о нет!» Вы что-то бормочете, беспощадно поглядываете по сторонам, беспомощно еще, как бы ища спасения в то же время. Но пухлые женские руки, как две змеи, обволакивают уже вашу шею, ласкан вашего фрака, уже покрыт слоем пудры, бедная, все прощается, все выносящая фрачная пара. «Мишель, неужели тот сладкий миг уже не повторится более?» стонет кузина, орошая вашу грудь слезами. «Кузен, где же ваши клятвы? Где обед вечной любви?» Еще минута, и вы с отчаяния броситесь в горячий камин, головой прямо в уголье, но вот на ваше счастье слышатся шаги, и в гостиную входит визитер шапокляком, складная шляпа и остроносыми сапогами. Как сумасшедшие срываетесь вы с места, целуете кузине руку и, благословляя избавителя, мчитесь на улицу. Извозчик Крестовской застави быстро Брат вашей жены, Петя, отрицает визиты А потому в праздники его можно застать дома Ура, кричит он, увидев вас Кого вижу, как кстати, ты пришел, как кстати Он трижды целует вас, угощает коньяком Знакомит с двумя какими-то девицами Которые сидят у него за перегородкой и хикают Скачет, прыгает Потом, сделав серьезное лицо, отводит вас в угол и шепчет Скверная штука, братец ты мой, скверная Перед праздниками, понимаешь ты, и сдержался И теперь сижу без копейки, абсолютно Положение отвратительное Только на тебя и надежда Если не дашь до пятницы 25 рублев То без ножа зарежешь Ей-богу, Петя, у меня самого карманы пустые Божитесь вы Оставь, оставь, пожалуйста Это же свинство, свинство Но уверяю тебя Оставь, оставь Я отлично тебя понимаю Скажи, что не хочешь дать Вот и все Петя обижается Начинает упрекать вас В неблагодарности Грозит донести о чем-то верочке Ой, господи, вы даете пять ссылковых Но этого мало Даете еще пять И вас отпускают с условием, что завтра вы пришлете еще пятнадцать Извозчик Калужским воротам У Калужских зовет ваш кум Мануфактур Советник Дятлов Этот Хватает вас в объятия И тащит вас прямо к закусочному столу Ни-ни-ни, орет он Наливая вам большую рюмку рябиновой Не смей отказываться По гроб обидишь меня Не выпьешь Не выпущу Сережка, запрекай на ключ дверь, быстро Делать нечего Вы, скрипя сердце, выпиваете Кум приходит в восторг Ну, спасибо, спасибо Говорит он За то, что ты такой хороший человек Давай еще выпьем Ни-ни-ни, обидишь И не выпущу Надо пить и вторую Спасибо другу Восхищается кум За это самое, что ты меня не забыл Надо выпить еще И так далее Выпитая у кума действует на вас Так живительно Что на следующем визите Сокольницкая роща Дом Курдюковой Вы хозяйку принимаете за горничную А горничной Долго и горячо пожимаете руку Разбитый Помятый Без задних ног Возвращаетесь И вы к вечеру домой Вас встречает ваше Извините за выражение Подруга жизни Ну У всех были Спрашивает она Что же ты не отвечаешь А? Как? Что? Молчать? Сколько потратил на извозчика? Пять рублей Пять рублей Восемь гривен Что? Да ты с ума сошел Миллионер ты? Что ли? Что тратишь только на извозчика-то, а? Боже Он сделает нас нищими За сим следует нотация За то, что от вас вином пахнет Что вы не умеете толком рассказывать Какое на Леночке платье Что вы мучитель, изверг и убийца Под конец Когда вы думаете Что вам можно уже завалиться и отдохнуть Ваша супруга Вдруг начинает обнюхивать вас Делает испуганные глаза И вскрикивает Ай, послушайте, говорит она Вы меня не обманываете? Куда вы заезжали, кроме визитов? Никуда, никуда Лыжете, лыжете Когда вы уезжали, от вас пахло Ви-о-ле-де-пармон Теперь же от вас разит Опанаксом Шо это такое? Несчастный я Все понимаю Извольте мне говорить Встаньте Не смейте спать Когда с вами говорят Кто она? У кого вы были? Я спрашиваю Вы таращите глаза Крякаете И в обалдении Стряхиваете головой Вы молчите? Не отвечаете? Продолжает супруга Нет Умираю Доктора Замучил Умираю Теперь Милый мужчина Одевайтесь И скачите за доктором С новым вас Годом